Дарова всем ребят! В этом ролике расскажу вам, что будет в этом году в режиме возвращения Waffentrager, расскажу особенности изменений этого режима, ну и конечно же о наградах. Обо всем этом по порядку начнем, но сначала скажу, что 23 сентября выйдет микропатч, обязательно обновите моды, обязательно обновите клиент игры, туда завезут весь контент по режиму возвращения Waffentrager, а также ребята исправят частое выполнение одних и тех же карт с патч 1.14.0, аж уже длится этот косяк, его все никак не могли исправить, теперь карты должны чаще чередоваться. Что касается фона, который вы видите к этому ролику, это мой геймплей с прошлого режима последний Waffentrager, так как реплеи в этом режиме не писались, кстати, имейте это в виду, ну я просто взял нарезку своего стрима, так что это не совсем то, что будет в этом году, но если кто-то, допустим, забыл, как это выглядело, или вообще недавно пришел в игру, или пропустил в том году режим, вы хоть будете представлять, что вам нужно делать. Итак, в чё суть режима последнего Waffentrager? С одной стороны играет 7 игроков, которые управляют гонщими, с другой стороны играет один игрок, не искусственный интеллект, а живой человек, который играет последним Waffentrager, ну вот непосредственно самим Waffentrager. Задача гонщик очень простая, у Waffentrager есть приспешники, ну это обычные танки под управлением ИИ, которые там и там появляются на карте. Нужно их уничтожить, подобрать заряд энергии после их уничтожения, и доставить этот заряд к одному из генераторов. Генераторы появляются случайным образом. Всё очень просто, доставляете, генератор начинает работать, чем больше танков въезжает в зону к генератору, тем быстрее происходит перегрузка этого генератора. Как только происходит перегрузка этого генератора, у Waffentrager, то есть у противоположной стороны, слетает энергощит, и ему можно наносить полный урон. После того, как пройдёт какое-то время, его энергощит восстановится, и полный урон снова по нему проходить не будет, то есть перестреливаться в этом состоянии по Waffentrager не самая лучшая идея. Соответственно, 4 раза перегрузив генератор, у Waffentrager навсегда слетает броня его энерго, и можно его уже уничтожать спокойно. Это нужно сделать до того, как кончится время боя. Если время боя закончится, победит Waffentrager. Что нужно делать игроку на Waffentrager? Правильно уничтожать гонщик в первую очередь. Для этого у него есть Waffentrager с автоматом, точнее, с барабаном, который будет отстреливаться, ну и всякие дополнительные плюшечки. Соответственно, защищать своих приспешников, чтобы игроки не могли их уничтожить. Если уничтожить, не давать на халяву забрать энергию, которая остаётся после приспешников. Ну и, соответственно, дефить генераторы. И у Waffentrager, кстати, для этого есть отличная фишка. Он может телепортироваться по карте. Новая фишка, в прошлом году её не было. И фишка работает до тех пор, пока генератор не перегружен. Если, грубо говоря, у Waffentrager слетела броня, энергощит, то всё, телепортироваться в этот момент он не может. Ну и, соответственно, если четыре раза генераторы перегрузили, то же энергощит слетает навсегда, и навсегда пропадает возможность телепортироваться. Вот, в общем-то, и всё. Один игрок играет на Waffentrager, на мощном танке, и семь игроков могут даже во взводы объединяться. То есть можно выйти в этот режим взводом из трёх игроков. Ну или в бою создать взвод, тоже не возбраняется. Имейте в виду, что если гончу уничтожили, не надо сразу выходить будет в ангар. У вас будет три жизни. Первая при старте боя, и ещё две, если вас уничтожат. То есть дважды можно возродиться в бою. Берегите их, и старайтесь Waffentrager всё-таки до этого времени победить. Waffentrager нужно снижать количество противников, иначе в конце его всемиром в лёгкую заклюют. Кстати, в этом году заклевать будет ещё проще, потому что есть не один танк Т-55А, а целых три. Это Объект 140, это, соответственно, Батшетильон, и это Паттон. У каждого из них есть свои уникальные способности, но эти способности уже будем отдельно изучать. Так вот, к чему всё это делается? Если вы побеждаете за гонщик, вы получаете так называемые стартеры гонщик. Понимаете, да, что такое стартеры гонщик? Это такие, блин, стартеры, которые позволяют запускать портал гонщик. Ну, это всё, соответственно, будет к игре привязано. И из этого портала гарантированно выпадает что-то ценное. Например, дни танкового премиум аккаунта, слоты в ангаре, личные резервы, снаряжение, кредиты и так далее. С некоторых вот этих вот, блин, порталов гонщик могут оказаться ещё дополнительной наградой стартера инженера. Соответственно, стартеры инженера также можно получить, если победить за инженера. Инженер это тот, кто играет на Ваффентрагере. Пока всё понятно, да? Победили за гонщик, получили стартер гонщик. Можете из него случайно ещё стартер инженера, он более ценный выпасть. Выпасть, может выпасть. Соответственно, победили за инженера на Ваффентрагере, получили стартер инженера. Из него более ценные награды выпадают, они у вас сейчас на экране. Соответственно, там уже и золото может выпасть и так далее. Подстава заключается лишь в том, что чтобы играть за инженера нужен специальный ключ Нельзя просто брать и все время играть за инженера Этот ключ можно заработать, выполняя боевые задачи В том числе и в рандоме один раз можно выполнить, ну и остальное играя за гонщик Грубо говоря, играя за гонщик Конечно же еще можно получать эти ключи, если донатить картохи Ну, это отдельная история, специальные будут энергоблоки к этому режиму Которые можно будет покупать, из них будут выпадать и ключи, и стартеры и так далее В общем, более ценное имущество, чем просто для тех, кто не донатит Помимо всего прочего, из стартера инженера, ребят, может выпасть еще один из трех стилей Для 140-го Большитильона или Паттона Ну, это специальный 3D стиль в стиле как раз таки режима возвращения Ваффентрагера Они у вас в принципе на экранах, можете посмотреть Но и это еще не все Из стартера инженера может также выпасть один из премтанков Это может быть и Т-77, и Супер Персик, и ИСУ-152, ЛТ-42, Центурион МК РАК Тортал МК-1, Лансен Си, и Миль 1951 Это, кстати, танк, который выдавался за линию фронта И с тех пор никак его по-другому получить нельзя было А танк-то в принципе не самый плохой Светляк М-41, польский ЛИС ЦС-52, ну и конечно же Е-75ТС Помимо всего этого будет, ребят, отдельный новый танк Это американская СТ-шка Сейчас вы ее видите на экранах Восьмого уровня премиума, которая называется Астрон Рекс 105 мм Отличается не выдающейся броней, не выдающейся динамикой Не самой лучшей точностью 0.41, по-моему Но у нее барабан на 5 снарядов с альфой 320 ББшка пробивает 250, ой, 185, подкалибер 250 В целом надо играть Я сейчас не готов сказать, что это за машина Насколько она будет играбельна и так далее Барабан это всегда очень звучит сильно Вопрос только в том, насколько танк позволит этот барабан реализовывать Вроде время сведения быстрое Вообще на характеристики чисто в ангаре смотреть Ну, можно кое-как представить себе геймплей на машине Но в целом только тесты, только тесты Смогу получить от машины до начала режима, покажу Не смогу, значит заработаю стартеры инженера К слову, если вы не хотите свою удачу испытывать Потому что, ну, эта вся премтехника выпадает из стартеров инженера Рандомно Может выпасть, может не выпасть Если у вас, допустим, хочется гарантированно получить Вот этот Астрон Рекс Вам надо накопить 60 стартеров инженера Что, согласитесь, меня звучит немало Я не знаю, как сложно их будет получить Вот, но надо будет накопить Что еще можно сказать по поводу этого режима Режим начнется 27 сентября в 12 дня И продлится до 11 октября То есть ровно 2 недели Стоит ли в него играть? Это не вопрос Действительно стоит Режим интересный, фановый Вот Лучше взводом Стоит ли надеяться все-все-все-все? А, кстати, там же еще награды есть Там же, блин, ребят Там же еще награды есть Просто, просто играя в этот режим Вы будете также еще получать Сейчас Короче, играя за гонщик Вы будете получать еще элементы коллекции гонщик Обратите внимание, что там есть целых 3 Уникальных члены экипажа Со своей уникальной озвучкой Ну, это правда у Макса Фанкригера Ну и так далее У инженера тоже Есть своя коллекция Вот их надо обе полностью собрать И Каждый новый элемент коллекции Собранный Продвигает шкалу прогресса Как только вы ее полностью заполните Вот Все награды, которые на шкале прогресса И вот все коллекционные вещи Все у вас также будет Вам доступно За инженера Ну и, конечно же, Макс Фанкригер Уникальный командир, да И еще два стиля на танке Один такой, один такой Ну, в общем, они все подмечены Во Очень не кислый так наград Реально, наград немало Еще, конечно, когда выйдет патч Все это можно будет пощупать, потрогать Я вам более подробно расскажу Но предварительно вы уже знаете Что с 27 сентября надо будет Уже начинать и напрягаться Все, спасибо, что смотрели Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok